Друзья, всем привет! Сёрферы, бездельники, девианты, боевые, всем, кто сражается за свободу в Украину. Мы продолжаем наши эфиры, и я в прямом эфире с Ильей Кусой говорил о том, что мы сделаем запись с Тиграном Авраканом. Авраканом, господи! Авраканом! Короче говоря, с Тиграном. И мы поговорим о мобилизации в России, ситуации на Кавказе, потому что она тоже тесно с этим связана, там большие процессы происходят, очень интересные. И, в общем-то, я думаю, что поделимся с вами рефлексиями относительно того, что нас всех интересует. Итак, 21 числа Путин заявил о том, что начинается так называемая ограниченная мобилизация в России, но мы понимаем, что она никакая не ограниченная, потому что, по сути, это запускается механизм мясорубки, который позволит власти в любой момент создавать страх для управления обществом. То есть, на самом деле, эта мобилизация, это по поводу управления Россией. Вот как я понимаю, да? И это открывает для чекистов, которые сегодня находятся власти, просто широчайший инструментарий, позволяющий фактически всех неугодных, значит, либо их близких, либо их самих, постоянно держать напряжение, постоянно держать страхи, угрозой, как бы, вот этой мясорубки и направления на фронт с Украиной и вообще любые конфликты, которые будут на периферии России, да? Вот, то есть, по сути, Путин запустил 1937 год. Это то, что у нас практически еще никто не говорил, но я думаю, что об этом уже можно и нужно говорить. Это механизм зачистки, направленный на сохранение власти в условиях, когда Россия, очевидно, проигрывает войну, получила по мордам. И теперь правящая верхушка заинтересована только в том, чтобы максимально сохранять, ну, сохранить власть и, не потеряв ее, закапсулироваться, законсервироваться, там, в формате Северной Кореи, там, да, какой угодно, как бы, да, автарки, которая позволит им, в общем-то, распоряжаться теми благами, которые дает власть и к которым они привыкли. Вот, собственно говоря, краткая фабула происходящего. То есть, тут даже вопрос, не сколько Украины стоит, конечно же, она в контексте, важно, там, и все остальное. Украина выполняет функцию вот этого вот утилизатора всех неугодных, всякого сырья человеческого, который Пригожин собирает, там, по тюрьмам, допустим, там, да, или с национальных экран, они сейчас их тянут. И, таким образом, значит, задачи СВО, которые они ставили изначально, они трансформировались в задачи по сохранению власти любой ценой. Вот, и мобилизация, это вот этот вот инструмент. У меня вот такая рефлексия. Спасибо. Слышишь? Да-да-да, я хорошо слышу, да, я тебя внимательно слушаю просто. А, ну, так вот, твоя, теперь, теперь что ты думаешь? Тут такая пауза возникла, мхатерская. Станиславский великий старик был, вот, это из той России, которую теперешняя Россия уничтожила успешно во время Октябрьского переворота, и дальше пыталась уничтожать. И делает это до сих пор. Ну, вот, меня очень впечатлили невероятно огромные очереди. Я сегодня просматривал по видеокамерам, разговаривал с людьми, проводил выборку такую. Вот, меня впечатлили очереди бегущих мужчин на всех границах Российской Федерации. Казахстан, Грузия, Финляндия. С Белоруссией границы нет, поэтому там бежать легче всего. Хотя, я думаю, что бежать в Белоруссию смысла нет, но люди бегут. Это десятки тысяч людей. Мне вот очевидец сказал, что, как они определили, на границе с Грузией около 70 тысяч стояла только. Вот численность. Это, конечно, огромные цифры. Особенно для Грузии. Это фактически 2% населения сразу в один день пытается переместиться в страну. И это для любой страны проблемы, потому что никому неизвестно, кто в рядах этой толпы. А там и агенты ФСБ, там и агенты главного управления бывшего ГУРа, там и диверсанты, там все что угодно, которые будут дестабилизировать ситуацию однозначно. И вот эти огромные очереди, они, конечно, впечатлили исключительно. Они показывают следующее, что Россия воевать не хочет в качестве ее населения. Никто не хочет умирать за тот бред, который Путин навязал всему миру. За всю эту чушь. Все хотят бежать. То есть намного проще убежать в Грузию и тайком ночью рисовать буквы Z или в Германию, или в Испанию. И обгаживать украинские центры, поджигать, разливать краску. Это безопаснее. Это можно снять на видео, потом выставить тикток. А вот реально умирать за всю эту глупость в виде плохо вооруженной толпы не хочет никто. И вот каким мыслям я пришел. Дело в том, что Сталин, глобальный коллективный Сталин, во время Второй мировой войны, практиковал атаки плохо вооруженных пехотинцев, которые отстреляли по шесть патронов с винтовки Мосина 1898 года. И вот он такими лавами отправлял их на немецкие позиции. Даже тогда, при мощи огня, который обеспечивал немецкий взвод, подобные батальоны плохо вооруженных представителей Советского Союза не могли прорвать оборону. На что они надеются сейчас, когда плотность огня, его качество возросло в десятки раз в современное время, я не понимаю. Поэтому цели, я с тобой согласен, однозначно и в консервации, но победить плохо вооруженной толпой невозможно. Во-первых, они должны минимум пройти три месяца подготовки. Для того, чтобы они научились хотя бы двигаться, носить форму, стрелять без строевой подготовки. После этого, минимум три месяца, это боевое слаживание. Они должны взаимодействовать в своем взводе, в роте, в батальоне, с другими частями. И должны понимать, что такое боевые действия. У него нет полугода. Понятно, что он захочет бросить их через месяц. Но, значит, какие цели он преследует? Значит, он преследует цели, так как он, очевидно, видит поражение России, избавиться от национальных меньшинств. Как это делали неоднократно разные государства в течение столетий, в течение 20 века. То есть, фактически, он хочет убить мужчин, представителей национальных меньшинств, которые составляют треть населения Российской Федерации на сегодняшний момент. И, соответственно, как бы с учетом того, что женщины уже ассимилируются. Знаешь, я один раз помню, я разговаривал, был такой случай с одним солдатом. Вот. И я спросил его в далекие годы, постсоветские, я спросил, кто он по национальности? Он говорит, я русский. Я говорю, вот вы мне скажите, пожалуйста, я на «вы» обращался ко всем тогда. Я говорю, вот у вас написано «Мать Карелка», «Отец Мордвин». А как бы вот такой русский получились? Он говорит, ну а кто я, если у меня мать Карелка, а отец Мордвин? Конечно, я русский. Вот. Вот. В принципе, это иллюстрация того, к чему ведет Путин. Он стремится убить, ликвидировать слой мужчин, детородного возраста, представителей национальных мужчин с целью ассимиляции, с целью создания более монолитного русского народа. Соответственно, он как бы сохранит русское ядро. Я тебе сегодня прислал документ, если ты его получил. Там это очень очевидно, поэтому документу видно, как проходит в России призыв. Это такой срез маленький. Объясни, расскажи людям. Расскажу. Вот я Юрию отправил документ. Значит, с призывного пункта. Город Туапсе, Российская Федерация. Значит, по переписи в Туапсе армяне составляют 8% населения. Ну, скажем, 92% это не армяне. В большинстве русские в Туапсе. В том числе украинцы, которых записали русскими по древней традиции за советское время. Там всех украинцев записали русскими. За 50 лет это удалось сделать. Так вот, среди призванных 96% в списке, кого призвали, это армяне. То есть, составляя 8% от населения города, они составили 96% от призыва. То есть, это гениальное просто. По своему, знаешь, такому фантазмагорическому какому-то ужасу решение. Потому что я понял давно, это было очевидно. Но чем дальше, иногда кажется, что есть порог, который Россия переступить не может. Вот сейчас понятно, что нет таких порогов, низости, античеловечности, которые не может переступить Российская Федерация. То есть, когда-то мы говорили о полкоте, древние времена, о нашей жизни, древние времена. Вот какие он совершал ужасы, что он делал. Мне кажется, что Российская Федерация смогла переплюнуть всех. И она пробивает дно с каждым днем. Никаких моральных принципов. Вот я теперь, знаешь, очень ясно, почему Путин так любит Кадырова. Потому что и Путин, и Кадыров представляют две группы, у которых нет моральных принципов. Никаких. Нулевые моральные принципы. Когда можно, все. Если у тебя есть автомат, значит, у тебя есть все, что ты видишь вокруг невооруженным взглядом. А если купишь бинокль, тогда можешь забрать и то, что ты видишь вооруженным взглядом. Вот. Ну и дальше мы с тобой обсуждали, и я могу сразу к этому перейти, о чем мы с тобой говорили. То, что это носит массовый характер. Это не одна бумажка с одного боинкомата. И вот я начал получать информацию. Во-первых, это засекреченный параграф седьмой, который скрывали, где написано, что максимально призыв провести в республике Дагестан, в Хабаровском крае, в республике Якутия и в республике Карелия. Значит, каким выводом пришел я? В Хабаровском крае всегда было очень много недовольных российской властью. И когда-то в Хабаровский край лет так 120 назад стремился очень в виде Дальневосточной республики присоединиться к Украине, потому что там украинцы составляют 70% населения. Там вот это недовольство против губернатора, против мэра, против Путина. Люди очень активные всегда выходили на улицы. Понятно, почему Хабаровский край. Почему Карелия? Ну, ее решили добить окончательно. Большой европейский народ, который сожрала Россия. Когда-то Лига наций поднимала вопрос Карелии наравне с вопросом Украины, как большой европейской нации. Украина осталась большой европейской нацией. Карелия есть по территории. Ну, частично в Финляндии, частично сохранить Россию. А вот Карелов нет. Там титульный народ в республике, который составлял 80% населения до того, как Россия обратила на него свое внимание. А тогда, а до присоединения, понятно, что 100%. Титульный народ сейчас составляет 6% в республике. То есть, вот результат российского правления. Поэтому я понимаю, что Карелов решили добить окончательно. Чтобы там уже никаких поползновений не было. Это единственный кусок Европы территориальной, который примыкает к России. Вот такой, ну, как бы бывший массив Европы, европейского населения. Европейский народ, который был стверд с лица земли. Вот. Почему Якутия? Ну, с Якутией я поражен. Я сегодня увидел видеозаписи, где массы якутов с радостью под, не знаю, там, музыку какую-то, балалайки, идут воевать с Украиной. Вот. Ну, наверное, и якуты, понятно. Да, но якуты обладают очень сильными националистическими движениями антирусскими. Они уже составляют большинство населения в республике. И поэтому понятно, что Якутию надо русифицировать, а для этого надо убить мужчин. Тагестан. Более чем трехмиллионный регион. Это делается для того, чтобы убрать эту проблему. Потому что не сегодня, а завтра тагестанцев это все достанет. И они разберутся с живущим рядом Рамзаном Кадыровым, который терроризирует весь Кавказ. И народ тагестанцы смелый, неспокойный. Ну, совокупность народов. Поэтому почему бы не мобилизовать их и не положить их жизни за русский мир. Вот это что по регионам. Что же по национальностям? Я разговаривал с представителями крупнейших армянонаселенных территорий России. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовский область, где во многих обширных территориях армяне составляют от 25 до 40% населения. А если брать юг, то там и 50, и 60, в Сочи и дальше по побережью. То мне говорят, что там просто массово пылесосом собирают армян воевать за русский мир. Люди очень обеспокоены. Я тоже понимаю, почему это Россия делает. Потому что России не нужно никакие там при распаде армянские государства, при такой численности населения и позднее активности. Не люблю слово пассионарность. Во-вторых, это армянам привет в ответ на все эти визиты, которые происходят уже третий месяц, и которые завершился этот визит на НСПелоси. И когда Путин объявил мобилизацию, это, кстати, был день независимости Армении, Байден выступил с поздравлением Пашиняну и сказал, что Америка и дальше будет обеспечивать безопасность Армении. Это невероятная фраза, которую Байден и любой президент США говорит очень редко. Но он это сказал 21 числа в официальном заявлении. И, конечно, Путин тоже в ответ сказал, что с армянами пора кончать. Для этого как раз есть повод. Вот четыре региона есть. Есть армяне, которые расселены. В принципе, там наберется, я посчитал, по 2 миллиона. Под мобилизацией очень много экспертов говорит о том, что это не 300 тысяч, что они таким способом собираются собрать 2 миллиона. 2 миллиона – это серьезная сила. Но выдержит ли российская экономика подобное давление? Однозначно нет. Работают ли мобилизационные механизмы у них? Нет, они развалины. Как они этих людей будут одевать, довозить? Чем их будут вооружать? То есть, ты понимаешь, я тоже не понимаю одного. Ну вот вооружат они их. У них есть винтовки Мосина, автоматы ППШ, но меньше, конечно. И калаши 47-го года. Но есть каски 39-го. Знаешь, такие вот в старых советских фильмах дебильные каски, которые не защищали никого, и солдата, только осколки. Когда пуля касалась, осколок от каски проникал в черепную коробку и убивал носителя. Что эти толпы обозленные? Они же увидят, что там нет русских фактически. И что там определенные народы, определенные группы населения. Ну и потом, я не представляю армян вместе с якутами и аварцами, идущими в атаку за русский мир. Ну, эти несовместимые народы совершенно в военном аспекте и в других тоже. Это полная чушь. То есть, фантасмагория получается. Это твое видение на счастье. Знаешь, спасибо, ты так достаточно интересно разложил. Я вот еще о чем подумал. Ведь, по сути, он очищает Сибирь. Ну, очищает с точки зрения, если бы я был каким-то внешним захватчиком. Если бы я был, допустим, в Китае находился. Или если бы я там смотрел глазами. Короче, глазами какой-то внешней силы, которой бы хотелось бы, чтобы территория освободилась. И упросить для себя задачу установления контрольной территории. То Путин, по сути, сегодня делает все для того, чтобы очистить Россию. Счистить Россию с территорией, находящимися в восточном Урале. Потому что там, во-первых, живет немного населения. Во-вторых, значительной частью населения являются вот эти национальные меньшинства, которые пассионарные. Ну, пассионарные в плане того, что у них и демография выше, чем у русских. И они действительно там имеют сильное националистическое настроение. Это касается не только Якутов. Это касается всех. И Бурятов, и Тувинцев. Если почитать местную прессу региональную, то там же проблема в взаимоотношении между русскими, условно говоря, славянским населением пришлым и местными, ну, она очень сложная. Это высокий процент убийств и разбоя, постоянных конфликтов. Поэтому Путин, по сути, запускает механизм создания вот этих, помнишь, дикие дивизии были во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны. Вот, которые, в принципе, способствовали распаду же Российской империи тогда. Потому что на определенном этапе, ну, царь-то думал, что это поможет там решить задачу обороны империи. А на самом деле это способствовало возникновению национального самосознания. Потому что мы помним, что те же самые украинские корпуса в ходе Первой мировой войны в составе Российской императорской армии, они же как раз украинезе, ну, там было много украинцев. И тот же самый Скоропадский в 1917 году, когда армия начала явно развалиться, предлагал вообще создавать из этих украинских корпусов армию Украины. Вот, и, к сожалению, Центральная Рада там отказалась от этого. И, ну, вот этот процесс формирования подразделений по какому-то принципу, признаку, там, либо национальному, либо социальному, если брать заключенных, я же не думаю, что они будут формировать подразделения, там, в которых будут, ну, скажем, в перемешку, там, с теми, кого они загребли, там, из регионов, там, да. То есть они будут какими-то единицами, вот, а за одной тюрьмы набрали, как бы, там, набрал этот... Пригожин. Пригожин забрал, набрал, значит, этих зэков. Вот они, эти зэковские подразделения, по всей видимости, будут, как бы, целыми кидать, там, в бой, да. И это будет иметь серьезные последствия для российской армии, с точки зрения того, что эффективность их будет, скорее всего, невелика. Да, они будут забрасывать мясом, если будут, ну, когда они будут кидать, там, в бой. Но, с точки зрения, там, их эффективности, ну, мне кажется, это будет очень сомнительно. И, кстати, это потребует время. Тут им лах по времени, получается, год, ой, господи, год, полгода где-то, к следующей весне, это, во-первых. Или же они будут просто их кидать, вот, как Сталин кидал, там, помнишь, всяких людей, там, из консерваторий в Москве, которых наспех, там, набирали и бросали во время обороны Москвы, одна винтовка, там, на двоих, и побежали, потом, подберешь винтовку товарища, лишь бы только трупами останавливали эти танки, гудериана, которые двигались, да. Вот, и вот они эту тактику тоже могут использовать, но, очевидно, что это ничего, кроме проблем, и огромных потерь не принесет. И по мере того, как будут расти потери, то будет усиливаться отторжение. Потому что я сегодня смотрел, по-моему, из Дагестана, или откуда-то там, вот, ну, короче, из Кавказа, откуда-то видео, где женщина, там, из военкомата выходит, а собрались, вот, кавказцы, там, и говорят, что, типа, мы не хотим идти, она говорит, ну, как же, у меня дед воевал, там, он говорит, такие... Дагестан, Дагестан, я смотрел это видео, Дагестан, да. Вот, а она говорит, что, да нет, а ей говорят, так у нас тоже воевали, только то война была, а это политика, и мы не хотим принимать участие. То есть, в принципе, как один из россиян таких, которые сейчас в Европе живет, сказал, что фараон сам себе подписал смертный приговор, потому что, ну, запустил процессы, которые сложно, сложно контролировать на уровне сегодняшней, как бы, организационной способности российского государства, а с другой стороны, эти процессы запускают в кучу конфликтов внутри российского общества, потому что кто идет, почему идет, почему эти идут, а эти не идут, вот, как себя ведут во время мобилизации и так далее, и так далее. Согласен с тобой полностью, тем более, знаешь, есть много секретов Палишинеля, и, к сожалению, зачастую люди обладают короткой памятью и не стремятся обращать внимание на многие детали. Я скажу, почему Грузия во многом потеряла Абхазию. Потому что Грузия отправила освобождать Абхазию или укреплять грузинскую власть обычных уголовников, во главе с Джабой и Силианей, которых набрали в национальную гвардию. Что начали делать эти ребята? Грузия в Абхазии разобралась на раз-два. На раз-два, если бы отправили нормальных, порядочных людей, собрали их в Тбилиси, в других городах по мобилизации, отправили уголовников. В Абхазии было очень много людей, ну, в смысле, грузин, которые там на месте жили. Конечно, конечно, там 43% были грузин, это раз. Но отправили уголовников, они начали вырывать зубы у жительниц сел. Там есть кто-то носил, знаешь, в советское время золотые зубы были популярны, у сельских жителей везде в Советском Союзе. Они начали, да, фиксы, они начали просто насиловать женщин. Банально, потому что это уголовники, для них это нормально. Вот, и там какая ситуация была? У Абхазов было 90 тысяч, у них шансов никаких не было. И они не смогли провести мобилизацию. Не могла 90-тысячная Абхазия противостоять на тот момент 5-миллионной Грузии. Вот эти ребята с Махедриони тогда, они изнасиловали несколько женщин в греческих, в армянских селах. Благодаря этому греки и армяне выступили на стороне Абхазов и другие народы. В русских селах там, которые были. То есть, Путин делает то же самое, тот же просчет, который сделали ребята тогда в Грузии. Потому что невозможно было потерять ни Грузию, ни Абхазию, ни Осетию тогда. Но вот дурацкие, идиотские решения, которые были направлены против грузин, вот они привели к такому результату. То же самое делает Путин. Уголовники будут убивать, насиловать, сжечь. Все, это будет народное восстание. Их будут убивать везде. Да. И потом же, они же, смотри, они же будут, у них же там контракт на полгода. И после контракта их, типа, будут освобождать. То есть, от работы осталось оживой, то полная амнистия, и ты выходишь. А они на юг поедут отдыхать в Сочи. Дальше возникает вопрос. Во-первых, государство насколько выполнит этот контракт? Потому что мы понимаем, что российское государство, оно кидает на раз-два. И не факт абсолютно, что их освободят. И это уже как бы создает почву для бунта вооруженного, вооруженных людей. Это первое. Второе. Если они уходят из армии, после этого, так сказать, смыв кровью, то возникает вопрос, как они себя будут вести, вернувшись назад, в условиях, когда экономика просаживается, работы нет, и так далее, и так далее. Ну, понятно, как они себя будут вести. То есть, это будет создавать конфликты. Ну, и в-третьих, это вообще, в принципе, все напоминает штрафбаты сталинские. Потому что в чистом виде, вот один, вот Путин, я же говорю, Путин это косплеер. Вот Путинская Россия, это государство косплея, где они воспроизводят вот все, что во главе вот эта вся кровавая каша, которая у них сидит, Третий Рейх, Советский Союз, какие-то проявления, как бы там, связанные с Российской империей. Вот они все пытаются, как бы, это все скосплеить. Вот как Стрелков Гиркингом в свое время реконструкцией занимался там, да. И вот у них вот этот вот хруст французской булки, который перемежается с хрустом человеческих костей, которые большевики ломали, вот, с крематориями нацистам, вот, все это сплавляется в такую чудовищную смесь некрофильскую, когда там патриарх вчера или позавчера сказал, что не нужно бояться смерти, там, типа, ребята, идите вперед. Вот, все это дает гремучую ядовитую смесь, которая, ну, вызывает отвращение уже, по-моему, тут даже уже не вопрос страха, а вот, а именно отвращение. То есть они выглядят просто как некрофилы, которые, ну, которые подлежат какой-то там утилизации, там, либо, чтобы их ограничили на какой-то территории, чтобы вот они там сидели, то, что сейчас все государства делают, там, Европы, там, по периферии. И, кстати, я думаю, что скоро Центральная Азия, Кавказ к этому уже придет. Вот, все закончится тем, что их закапсулируют как орков со всех сторон, потому что они представляют очевидную грозу для всех, очевидную проблему, и поэтому нужно закрыть Россию со всех сторон в каменном стене. Пока визг, значит, вот эти вот нечеловеческие вопли не утихнут естественным способом, и тогда уже можно будет эту стену открыть и посмотреть, что там, ну, и, соответственно, решать, что с этими территориями. Ты знаешь, они обладают очень особенной фантазией. Я вот тебе просто, вот сегодня мне пришла новость, мне позвонили и сказали, что российские военные на территории Армении на складах официально, как официально, это можно купить, это склады, которые они купили на сумасшедшие деньги большое количество комплектов армянской военной формы. То есть ты же понимаешь, да, что это делается не просто так. Они же кого-то в эту форму оденут и куда-то отправят, и потом покажут, сделают картинку, либо еще что-то сотворят, либо какие-то таракты. Вот это произошло буквально сегодня. Вот такая, знаешь, вырванная новость. Дальше дело в том, вот тебе скажу, еще другая новость. Те же буряты, те же буряты сейчас массово бегут к Монголию. И мне вот рассказали там, что в Монголии просто уже сейчас эти же буряты становятся вторым этносом. Вот второй. Знаешь, такие мазки, как буряты с удовольствием, которые воевали в Буче, да, и совершали подвиги, в русском понимании этого слова, этих подвигов, из понимания Чингисхана, вот, убивая, насилуя, грабя людей, лишая их имущества, жизни. Сейчас они бегут в Монголию, потому что они получили столько трупов, что вот там было выступление бурятских активистов, что скоро бурятия останется без мужчин. Когда я так говорю, я же говорю о концептах, да, я не говорю об этнических группах. Потому что мне все равно, бурят это папуаз, или, например, француз. Мы говорим о концептах, да, что делает людей такими. Любой бурят, воспитанный во французской семье, будет французом. Любой француз, воспитанный в якутской семье, будет якутан. Нам это известно. То есть нет никаких особенностей и других моментов. Вот. Но это просто катастрофа. Но знаешь, я вот вспоминаю, вот то, о чем мы сейчас говорим, это закладывалось и все советское время. Это закладывалось книжками. Были такие книги, книга красного командира, книга будущего командира. Я когда был маленьким, мне бабушка их покупала. Я их читал. Мне было 4-5 лет. Там была националистическая российская история. Там не было истории ни одного народа Советского Союза. Там не было ничего о Запорожской Сечи. Там не было ничего о белорусской шляхте, которая воевала получше московского войска. Не было ничего о казахской коннице. Ни о чем. Там было только вот. И это вбивалось всего Советскому Союзу. И я помню, знаешь, как-то вот такое воспоминание, яркое детство. Я играл с одним мальчиком в Киеве, в Песочнице. А он приехал, кажется, с Балашихи в гости в Киев, с Подмосковья. Там Балаших, кажется, в Подмосковье. А в доме очень много там жило с Балашихи людей. Вот. Он приехал, и он разрыдался. Я говорю, что ты плачешь? Ты знаешь, говорит, я фильм смотрел про Красную Армию. Я бы так хотел быть красноармейцами, порубать их всех, этих буржуев. А больше этого не будет. Потому что я не успел. И, говорит, насколько счастливы те, кто родился там и воевал в Гражданскую. Ты понимаешь, я на него посмотрел как-то ненормально. То есть меня охватило. А мальчик плакал из-за этого. Он рыдал. Ну да, это же вот. Пропаганда начиналась с книжки про пионеров-героев. Ты помнишь, вот это Валя Потик или кто там, я не помню. Читал я это все тоже. И тоже читал. Целые сборники были. Помнишь, много этих книжек было очень. Марат Козеев, Володя Дубиня. Да, точно. Я помню, что вот первую книжку, одну из первых книг, которых я прочитал, это пионеры-герои. Там 800 страниц я ее за день прочитал. И я прочитал эту же книжку. Она была очень распространена. Да. Но, к счастью, для нас она не была столь разлагающей, как на многих наших сверстников. Критическое мнение мышления не отбило. Но я просто к тому, что говорю, что это действительно системные вещи, которые закладывались с детства. И вот они пытаются эти вещи, с одной стороны, актуализировать. И на них играть, у этого советского и постсоветского человека. Но, с другой стороны, мы видим, что за годы путинской России они создали вот этот вот феномен договора с глубинным народом, глубинного чекистского государства с глубинным русским народом. Суть которого заключалась в том, что, типа, мы вам вешаем лапшу на уши, как бы там, что-то бросаем с барского плеча этих нефтедолларов, которые сыпятся на страну, там, мы сами воруем, вот, вам немножко там даем на жизнь. Вот. Вы делаете вид, что верите вот эту всю фигню, а многие верили вот этим все потоком фильмы, которые шли про Вторую мировую войну, там, да, вот, которые на протяжении последних лет, двух десятков лет, как не откроешь там российский какой-то канал, там, постоянно идут эти сериалы, там, про НКВДшников, про СМЕРШ, про вот это вот все. Вот. И, короче говоря, вот эта картинка, она, по сути, с одной стороны, начала вступать в качестве скрепы, основной несущей, там, потому что 9 мая стала сакральной датой, а деды, деды воевали, там, и можем повторить это такими важными, важными смысловыми конструкциями, которые, ну, самоопределяли в этом социуме, там, людей. Но, с другой стороны, все же в российском обществе по поводу бабла, по поводу бабла, вот, в худшем, в худшем его понимании, то, что закладывалось в поздном Советском Союзе, когда дефицит сформировал вот эту потребительскую, сверхпотребительскую канву, что человек должен жрать, 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 бежать куда-то постоянно, искать какие-то материальные блага и жить только ради этих материальных благ. Вот. И в российское общество, оно насквозь материалистично. Вот, когда сегодня смотрим, как бы, вот, вот эти репортажи с улиц России, где они говорят о том, что «Вы будете идти?» «Нет, я не хочу, типа, зачем? У меня жена, дети, типа, там, у меня…» «Да я не понимаю, там, за что, там, и так далее». То есть, как только виртуальная картинка как превращается в картинку реальной угрозы, то инфантильное российское общество с переломанным позвоночником, да, русский народ – это же народ с переломанным позвоночником, оно, ну, оно начинает, как бы, искать повод для того, чтобы откосить, пропетлять, потому что, ну, реально, в общем-то, одно дело, когда ты букву «З» рисуешь, там, на своей машине, там, наклеечку вешаешь, а другое дело, когда реально нужно будет лезть в окоп, а из окопа в этот черный мешок, ну, который очень явственно, как бы, для многих обозначится, и многие начинают это понимать. И вот первая реакция, она показывает, что даже по социальным сетям я видел там анализ, что, ну, фактически везде пользователи всех социальных сетей в России отвергают, как бы, необходимость мобилизации. И вот это вот, конечно же, ну, по сути, ставит под вопрос вообще и путинскую конструкцию отношений с народом глубинным, как бы, да, то есть, с одной стороны, они, конечно, могут в окопы и будут это делать, загнать вот это все слабое, слабое, как бы, плохо воспитанное, вообще необразованное быдло с глубинки, которое никогда не видело ничего, в принципе, да, в отличие там от москвичей, там, и жителей крупных городов, которые там хоть в Турцию там или куда-то летали, что-то видели, вот. Ну, они знают, что есть стиральные машинки, то есть, они не видели их, но слышали. И вот, знаешь, желание захватить эти стиральные машинки и привести к себе, оно для них будет стимулом идти в атаку. Да, но вот, то есть, они могут кучу этих людей вытащить и будут их вытаскивать, вот, но чем больше их будет гибнуть, тем больше будет возникать вопросов, ну, собственно говоря, что, а что это, что это вообще? Вот, за что это? Слушай, я представляю, как ты говоришь, у меня перед глазами, знаешь, как приходит маманья такого существа, который мне занимался, говорит, а чего это, Ванек, кто не пришел, то, Ванек, то где? Говорит, погиб, Ваня. А, деньги кто-то, ну да, и все. Вот так оно и будет в России, как в их фильмах. Воспроизвожу тебе Костромскую область, село Кукуева. Оно же везде будет одно и то же. Это катастрофа, ты понимаешь, это катастрофа, и слава Богу, что ты видишь, вот, насколько системно Соединенные Штаты, и я очень благодарен Китайской Народной Республике за слова господина Си, когда он, отвлекусь от США, когда он сказал, что Китай является гарантом территориальной целостности и независимости Казахстана. То есть он сказал Путину, пошел вон. А ведь попасть в Узбекистан, в Кыргызстан, в Таджикистан и в Туркменистан можно только через Казахстан. То есть я хочу сказать, что я вижу в этом, что господин Си очень помог нам в этой ситуации, потому что он уже не позволит туда Путину войти, собрать там, мобилизовать людей и снова отправить воевать к нам в Украину. То есть это сильнейший шаг. И я вижу этот шаг в качестве, более того, даже в какой-то мере на уровне глобального нацсоглашения с Соединенными Штатами. Потому что, ну, если бы Си захотел поддержать Россию, он бы этого не сказал. Но Си просто обрушил Путина вот этой фразой, которую распространил весь мир. По поводу гарантии территориальной целостности и независимости Казахстана. Ну, мы еще один момент. Вот вы сегодня с Ильей Кусой затронули там, да, что вот эти вот две реакции Си и Моди, премьера этого Индии на встрече ШОС в Узбекистане, там, да, оно, они как раз же о чем, они по поводу того, что Путин и действия России стали слишком токсичными для таких игроков, потому что они ставят под вопрос, ну, вообще все, что делает не Запад, да, то есть, как бы, они же позиционируют себя как альтернативу Запада, и Путин играет в то, что мы должны быть альтернативой Запада, Запад там империалистичен и так далее, и так далее. Но Путин настолько стал токсичен и настолько стал, заигрался вот эту постоянную акцентуацию ядерной угрозы, то, что вот опять-таки он вчера сделал, сказал, что типа мы готовы наносить удары там, применять все оружие, что это уже ставит вопрос ребром и для самого Китая, и для той же самой Индии, насколько стоит сближаться с Россией, сколько, в принципе, те выгодные, выгоды приобретения материальные, которые вследствие там торговли с Россией есть, они себя оправданы с точки зрения долгосрочных их национальных интересов. Вот, поэтому тут я с тобой согласен, и, ну, по сути, смотри, Россия идет в статус Большой Северной Кореи, там, да, или Большого Ирана после Исламской революции 79-го года, там, да, вот, и, в принципе, это на самом деле всех удовлетворит, вот если они закроются там, закапсулируются там, то это приведет к тому, что всем, в общем-то, будет насрать, что они там делают и так далее, их просто выкинут из обмена, они будут опять находиться в автархии какой-то там, вот, их отрежут от финансового, от всего остального, вот, и будут смотреть, ну, главное, чтобы не лезли никуда, и, соответственно, Украина получит статус там, вот, если есть Северная Корея, как Петруль поговорит, то есть и Южная Корея, и для Украины, и Большая Северная Корея будет окружена, значит, маленькими там или средними Южными Кореями, потому что для тех же самых штатов важно будет закрепиться на периферии России, значит, вбить свои фортпосты между Россией и Китаем, там, вот, или на их перифериях, и тем самым сохранять влияние, определяя, как бы, многие процессы вот в этих регионах, которые имеют стратегическое значение для них. Согласен с тобой, и смотри, что произошло, очень важно, в Узбекистане, в Киргизии и Таджикистане ввели уголовную ответственность за участие вооруженных российских формирований в войне Украины. Это жесточайший удар по Путину, а дело в том, что там все будут знать, потому что информация там среди родственников распространяется очень быстро, и никто, и теперь надежды Путина собрать таджиков и узбеков в России, которых там миллионы рабочих, и отправить их воевать, даже зачастую не спрашивая, может, их натолкнется на упорное сопротивление. Это тоже рушится. Знаешь, из того, что беспокоит, не очень на нас повлияет, но все равно влияет и беспокоит, мало кто это заметил, наверное, никто это не заметил, но вот я получил информацию из Грузии, что руководство Грузии сейчас очень серьезно атакует Америку своими высказываниями, в том числе там определенные действия против посла Соединенных Штатов Грузии производятся. И это очевидно о том, что Грузия, к сожалению, против воли грузинского народа, скорее всего, выбирает Россию. Это раз. Это очень важно, это очень тревожно. Второе. Сегодня весь интернет-видео, в том числе мне прислали эти видео американцы, чтобы ты понимал. Азербайджанская армия вся в зетах и в букве, и во всех тех же буквах. Грузовики, бронетехник. Это все передвигается и концентрируется на границе с Арменией, не с Карабахом. И это после того, когда Блинкин жестко сказал два раза Алиеву все, что он должен сказать. Вызвал двух министров при себе, заставил подписать соглашение. 21-го Байден сделал заявление о безопасности Армении, Нэнси Пелоси приехала, сказала, что будут защищать. И знаешь, что беспрецедентно? Нэнси Пелоси, третий человек в США, поехала сама в Министерство обороны Армении и начала спрашивать, что вам нужно дать, что вы могли защититься. Это вообще беспрецедентно. Вот такие удивительные события происходят на Южном Кавказе. И вот сегодня форму покупают. Ты видишь, да, пришла информация русские, армянскую. То есть они, конечно, Южный Кавказ хотят полностью подавить, раздавить и включить в состав России экстренно для того, чтобы потом собрать опять же население и отправить воевать в Украину. Но уже в качестве областей Российской Федерации. Ну, это их план. Я уверен, что Соединенные Штаты не просто все это знают, активно противодействуют. Активно противодействуют и будут противодействовать. И эти планы разрушатся. Ну, наиболее слабо пока я не вижу этого противодействия это то, что происходит в Грузии. Потому что, ну как, Азербайджан, Соединенные Штаты предупреждают. Азербайджан имеет военный договор с Россией и стратегически московскую декларацию с Арменией. Пытаются Армении помочь оторваться. Несмотря на то, что премьер-министр имеет непонятную позицию, которую он сам не понимает, наверное. Он сам себе ее не может объяснить. Это очевидно. Не то, что гражданам Армении. Что он хочет, как он действует, зачем он вообще на этой должности. Ему ясно, что такое предложение делают один раз в жизни, которое сделала Нэнси Пелеси. Уходите от России, мы обеспечим вашу безопасность, дадим оружие и обеспечим вашу безопасность. Это мы остановили войну. Нэнси Пелеси сказала на пресс-конференции. Мы остановили войну и не позволяем напасть в Турции. И будем это делать. Ну, остановили войну с Азербайджаном. После этого он опять колеблется. Ну, опять же. Смотри, но я тебе скажу больше, что на самом деле я думаю, что в принципе американцы, они с одной стороны, они действительно увидели для себя возможность разыграть эту стратегическую партию после того, как Россия там с Турцией усилились в регионе, особенно Турция. И вот этот вот конфликт специальный, который сейчас актуален для Армении, которая оказалась, по сути, под угрозой уничтожения, потому что если ее там отрежут от Ирана, то понятно, что этот Зайдзурский коридор, который хочет получить Азербайджан для связи с Турцией, то, ну, по сути, Армения окажется полностью отрезанной от внешнего мира сухопутно, потому что Грузия находится... Исчезнет просто, исчезнет. Да. Да. Вот. И поэтому, ну, Армения стоит перед необходимостью что-то менять. Да, ну, не что-то, а радикально менять курс, радикально искать других союзников. Ну, вот, это первое. Второе, что если Иран вписывается за Армению, а Ирану это тоже, ну, как бы, важно с точки зрения его национальных интересов, выхода к Черному морю через территорию Армении, через Грузию. И Грузию. Да, значит, этот, иметь возможность, значит, для Армении, опять-таки, логистику там свою в сторону залива через Иран двигать. Вот. И плюс, учитывая, что у Ирана очень сложные отношения с и Турцией, и с Азербайджаном там, да. И с Израилем. Израиль. Мега сложные. Да, да, да. То, в принципе, Иран очень хорошо понимает, что если вот Армения будет разорвана, то, соответственно, это создаст серьезные проблемы для него самого. Вот. И его региональные конкуренты усиливаются. Поэтому Иран может втянуться в войну. И на стороне Армении, если такая война начнется, вот там, да, в более широком масштабе, чем это было на протяжении последних дней, и штатам, в принципе, это тоже будет, как бы, не самый худший вариант. Вот. То есть, с одной стороны, они могут сыграть на то, чтобы укрепить свои позиции Армения, и поддержать Армению, там, да, накачать ее оружием, там, дать ей какую-то макрофинансовую поддержку в случае ухода России. Потому что Россия выглядит, как страна, которая, в принципе, уже слила Армению, и для нее выгоднее дать Азербайджану и Турции Зангизурский коридор, и участвовать там в совместных проектах экономически, как бы, да, выстраивать новую архитектуру безопасности в регионе. Ну, а остатки включить в состав России в качестве области, как и Грузии, остатки Грузии. То есть, это однозначно, она от этого не отказывается. Остатки. То, что останется. Ну, если они рванут, как бы, там, на этот, если вот они рванут на юг, там, да, и, хотя я не понимаю, за счет чего, то есть, откуда они возьмут силы, если они, все сейчас увязло в Украине. Но, в принципе, если такие, там, планы у них будут актуализированы, то они могут это попытаться, там, на каком-то следующем этапе. Как кто-то сказал, это, что мы же СССР воссоздадим, там, в... Не только, не только, там, вот, на Украине попытаемся это делать, а относительно всего СССР в клубах. Юрий, тут, понимаешь, может рвануть азербайджанская армия, в общем-то дело. А внутри Армении российская база, которая ее поддержит, и 3000 вагнеровцев. Это очень серьезно. А кроме того, кроме того, ты понимаешь, что заявление Алиева о том, что ему не указ Байден и Макрон, и он будет действовать так, как он считает нужным, это серьезнейшие заявления. Во-первых, Алиев идет на огромный риск. Подожди, а когда он это просто пропустил? А вот это буквально вчера и сегодня были заявления, что они не указ для него. То есть, в интернете это можно найти. Да, это очень серьезные заявления. Это максимальный риск для Алиева. Максимальный риск, в принципе. И это говорит о том, что Алиев действительно выполняет все соглашения военного союза с Россией. То есть, они действуют в единой связке. Поддержка Соединенными Штатами беспрецедентной Греции, как сейчас вооружают Грецию, против союзников. Ты понимаешь, фактически и Турция член НАТО, это всем известно, и Греция член НАТО. И они пытаются друг друга сейчас, если будет война, НАТО поддержит Грецию против другого члена НАТО. Это реальная ситуация беспрецедентная. То есть, меняется фактически все сейчас, что только может поменяться. Я тоже сейчас хочу найти, потому что мне сбрасывали несколько раз. У меня это есть с интернет-ресурсов. Я не видел, я вот пока не нашел. Ну ладно. Я сброшу тебя, да. Так что, вот такие развития происходят, очень серьезные. Но дело в том, что Нэнси Пелоси сказала другую фразу, концептуальную, которая показывает парадигму американской политики. Она сказала, что Тайвань, Армения и Украина – это единая ось. Она это сказала во время пресс-конференции. Это есть на всех армянских сайтах и американских сайтах. Это есть везде, в принципе. И поэтому это линия поддержки США. Это говорит о коренном изменении американской внешней политики. Это говорит о том, что Турция не рассматривается в качестве партнера. И это говорит о том, что изменения будут очень большие. Но Нэнси также сказала, что они не смогут заставить товарища Пашиняна насильно стать союзником Соединенных Штатов. Она сказала, что они будут обеспечивать безопасность Армении. И они будут поддерживать демократию. Но заставить премьер-министра что-то делать Америка не будет этого делать. Поэтому, я думаю, в случае Армении, в интересах Украины и Армении, и вообще всего демократического мира, будем говорить о мире, который отстаивает демократию, а не автократию, это чтобы в Армении был адекватный руководитель. Я как эксперт говорю, я думаю, что эксперт может оценивать руководителей, хотя я не гражданин Армении, но говорить эти слова я могу. Я думаю, что когда будет адекватный руководитель, там все изменится. Пока я не вижу адекватности этого руководителя, это мое экспертное мнение, я его выражаю. Потому что от такого предложения не отказывается. Он не отказался, но он не сказал да. И его вот эти усмешки с Путиным на дебильном русском, да, я пиджин рашин, он же человек, который не знает, удивительный пример, не знает ни одного языка. В принципе, он плохо говорит по-русски, плохо говорит по-английски, плохо говорит по-армянски. Такая уникальная личность. Я говорю сейчас экстремистские такие вещи, но я так люблю делать. Я видел этот дальневосточный форум, где сидел только Пашинян и Путин. И поэтому он был назван международным. Ну, это просто катастрофа. После этого он принимает Нэнси Пелоси. Но самое удивительное, что Нэнси Пелоси после этого приезжает. Скажи. После дальневосточного форума. У них сейчас избирательная кампания, и в принципе Нэнси Пелоси тоже как бы баллы набирают на этом. Ну да, конечно, конечно, конечно. Вот такая сложная обстановка. Все меняется очень динамично. Но главный вопрос меня, который беспокоит, это то, что они планируют и делают это, и будут делать еще более серьезно касательно инфраструктуры. Ты понимаешь? И вот много приходит информации, что вот эти тактические ядерные удары, они собираются применить именно против критической инфраструктуры. А это дамбы. А какие у нас есть дамбы, и какие есть последствия. Когда я был маленький, я помню, когда говорили, что будет, если с киевской дамбой что-то произойдет. А эти ненормальные люди, вот очень много информации, я смотрю, пишут международные эксперты, говорят, что эти шизофреники могут бахнуть по киевской дамбе. И может прийти это в голову, они же ненормальные. И надо, я хочу сказать, меры принимать. Надо Украине тоже дать атомное оружие, обязательно, разместить как минимум, чтобы они знали, что если они что-то такое сделают, Украина даст ответ атомным оружием. И вот эти вопросы должны рассматривать наши союзники. Господи, Тигран, это уже как бы фантазия, я думаю, потому что никто атомное оружие не даст, но американцы же уже там, Ходжес, по-моему, говорилось, то о том, что если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине, то Штаты могут нанести удар по Черноморскому флоту, обычным конвенциональным оружием. Вот. И они наверняка это сделают. Это первое. Второе. У меня вообще складывается впечатление, что Штаты, в принципе, они как бы вот эту ситуацию рассматривают как возможность вообще забрать у России ядерное оружие. Что им надо сделать? Что если русские, вот русские просто как бы в силу своей тупости, они входят в этот коридор, где у них не останется никаких возможностей для того, чтобы сломить украинскую, попытаться, точнее говоря, сломить украинскую оборону, потому что я уверен, что она не будет сломлена, даже если они где-то сделают. Вот. то как бы для того, чтобы потом всему миру можно было сказать, смотрите, ребята, давайте ядерное оружие выносить за скобки. Русские должны быть разоружены, потом заключены какие-то договоренности со всеми остальными об освобождении мира от ядерного оружия. И цигель-цигель, ай-лю-лю. И русские просто в силу своей тупости очень уверенно в этот коридор залазят. Это А. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что они могут вообще мобилизацию использовать еще для одного сценария, который, вот я не знаю, может отдельный ролик запишу, но я здесь как бы его обозначу. Это сценарии, что запугав население, как Лукашенко в 20-м году, и там взяв все под контроль окончательно, они смогут выйти, попытаться выйти на мирный, ну, на перемирие в формате как между Северной и Южной Кореей, как между Россией и Японией после 1945 года. Вот. А мобилизация, она как раз население уже подготовит к тому, что лучше любой мир, ведь они их держали в угаре там все эти годы, и выскочить из вот этой ловушки войны, им было очень сложно. А теперь, когда проводится мобилизация, и когда это начинает касаться очень многих, то население России, которое хорохорировалось там и говорило вперед-перед, Z, там, давайте, давайте, рвите хохло, вот, оно сейчас как бы осознает, что лучше уйти от этого, и лучше выскакивать из войны, потому что это уже будет шкурняк, шкурняка касаться своих личных интересов. И вот чекисты могут попытаться разогнать и этот вариант, и тогда, если я прав, то в этой логике мы через там месяц, сегодня какое-то, второе, через месяц, там, полтора, в начале ноября мы уже увидим, будут они выходить из войны, как бы, да, в форсированном режиме, или нет, потому что, ну, обозначатся пределы, там, возможности ПСУ под конец кампании, обозначатся их возможности, что они там могут противопоставить после того, как у них фактически развалился фронт, там, в районе Харьковской области, вот, и, и тогда они будут, вот, как бы, тогда будет формироваться сценарные, сценарные, как бы, возможности, там, на следующие, ну, на следующие шаги, там, либо будет, будет дековарняк, как я уже говорил, там, еще в августе, к саммиту большой двадцатки, либо же ситуация консервируется, стороны проводят мобилизационные, значит, действия, и весной начинается, русские отмобилизовав, вот эти, вот, несколько сот тысяч человек, начинают новое наступление на Украину, пока за зиму ведутся, как бы, там, велотекущие, идет велотекущая борьба, там, хотя, кто знает, может быть, Украина получит больше оружия, и попытается за зиму, как многие, там, западные аналитики говорят, что за зиму может тоже попытаться продвинуться дальше, там, с западной, да, вот, конечно, вот, все так закручивается во все более тугой, да, очень сложно, да, и выглядит, и выглядит, конечно, мрачновато, с таким количеством вводных горизонт событий, он практически становится настолько зыбким, что увидеть его невозможно, потому что он меняется каждый день, каждую неделю, то есть, можно увидеть контуры, но предсказать какие-то результаты, но я не вижу в глобальном аспекте этих возможностей, все время новые вводные, очень много факторов, новые игроки входят, выходят, сейчас пылает Иран, как это повлияет на ситуацию, а Америка очень хочет сделки, и Иран очень хочет сделки, и они идут к этой сделке, но сейчас Иран горит, там вот погромы, там взаимные этнические столкновения, религиозные столкновения, как я понимаю, умирает Аятулла, как мне говорили иранцы, либо находится в плохом состоянии, в общем, то есть, и так в каждой стране, выбору Эрдогана, который, скорее всего, может их не выиграть уже больше и уйти в тиражи, тогда вообще Турция меняется, Турция может пойти как по его пути, как по пути кемалистов, как и просто стать европейским государством, которое будет развивать нормальные отношения со всеми, это тоже вариант, самый выгодный вариант для всех соседей, для Украины, почему бы нет? В каждой стране очень много чего происходит, и мы не знаем, куда оно придет, но то, что ты говоришь о том, что у ВСУ есть шанс до зимы достигнуть больших результатов, я очень ясно вижу этот шанс, исходя из уровня боевой подготовки, слаженности, численности, которые превосходят российскую армию, и новым обещаниям о поставках оружия, которые ВСУ успешно использует. Ну и еще вот такой факт интересный, значит, я прочитал, Израиль передаст Украине антидроны для борьбы с иранскими бесплотниками, которые стали проблемой, ну вот они недавно появились, по данным израильских СМИ, неназвана оборонная компания планирует поставить систему защиты от БПЛА Украины через посредников Польши, то есть, в принципе, это очень интересная новость, потому что Иран, который имеет очень сложное отношение с Израилем, вот, он фактически начал передавать бесплотники России, он ставит себя, ну, в такую достаточно сложную позицию, потому что, ну, как-то на фоне вот этих переговоров по ядерной сделке и усилий штатов, ну, как бы, он подставляется. Вот, и соответственно... Это невозможно объяснить, почему это он так делает. И, соответственно, Израиль, который, ну, который мы знаем, что он у нас, какую позицию занимал там на первой фазе конфликта, он, поскольку ведет долгую и сложную борьбу с Ираном, он фактически сейчас вовлекается уже в этот, в российско-украинскую войну вот в таком качестве, потому что, ну, в принципе, им проще объяснить, почему они могут передавать, как бы, в Украине эти технологии, да, поскольку сближение России с Ираном делает автоматически для Израиля Россию большей проблемой, и, соответственно, нет смысла придерживаться той осторожной позиции, которую у меня в интервью Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, очень хорошо, даже, я бы сказал, блестящий, здесь будет ссылка на его интервью, обязательно его посмотрите, если не смотрели. То есть, я говорю о чем, что очень-очень быстро процессы пошли, как бы, да, и там, те позиции, которые казались вчера незыблемыми, они вдруг, вот, у штатов появляется окно возможностей по поводу усиления позиций на Южном Кавказе, там, Израиль, там, хоп, он начинает, как бы, более четко вести себя относительно Украины, то, что мы хотели с самого начала, хотя, я бы еще, как бы, тут не обольщался, потому что Михаил Бродский очень четко говорил, почему Израиль так осторожен в контексте влияния Ирана и России на ситуацию в Сирии и насколько это, ну, влияет на сам Израиль, который является небольшим государством, хотя и очень мощным, но окруженным со всех сторон враждебными, да, враждебными государствами, по сути. Вот, так что, ну, вот, вот где-то такой, такая картинка, такие мы Павла скажем. Да, ну, ты знаешь, я вот хотел бы, я уже несколько раз обращался к национальным меньшинствам разным России и поднимал эти вопросы на своем YouTube-канале, и я бы еще раз хотел сейчас в нашей с тобой передаче обратиться ко всем национальным меньшинствам, чтобы они сдавались в ССУ по возможности с оружием, ну, и, соответственно, надо, чтобы и ВСУ было к этому готово и принимало, и... подаляк сегодня сделал заявление и этот, и как раз сказал, что сдавайтесь, все будет хорошо, мы по Женевской конвенции выдавать не будем, там, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, в принципе, Украина, я думаю, что это одна из ключевых, должна быть, одно из ключевых направлений ее политики относительно вот противодействия России, она должна всем говорить россиянам, что сдавайтесь, мы обеспечим все, что нужно, тем более Германия сегодня сделала заявление, появилась информация, что они готовы предоставлять убежище, там, ну, по крайней мере, пока это на уровне геи в Бундестаге обсуждается, что российские мужчины, которые не хотят, хотят избежать мобилизации, они не могут получить убежище, я сказал, что единственное, написал сегодня пост, что Украина должна подхватить этот тренд, только предложив следующее, что получить убежище, если вы являетесь солдатом российской армии, то переходите на сторону Украины вместе с оружием, и вы получите автоматом это убежище, а если вы еще командир подразделения, который привел его в украинскую армию, то вы еще и вид на жительство получите, и для Украины это будет максимально выгодно, потому что мы получим тот лендвиз, который немцы боятся дать в виде российского оружия, а немцы, ну, по крайней мере, будут оказывать помощь, которую не боятся оказывать, вот, и плюс из таких подразделений можно кого-то выхватывать на то, чтобы создавать русскую освободительную армию, если они заявят желание воевать, если вы российский оппозиционер, которого бросают в горнило войны, так, ну, переходите на нашу, на нашу сторону, и потом воюйте с нашей стороны, только в человеческих условиях, там, и уже за правое дело, поэтому нужно быть гибкими, многие у нас не понимают этого, нужно быть гибкими, что лучше русский, который не стреляет по тебе, чем даже если он там получил вид на жительство где-то в Германии, чем русский, который стреляет по тебе и несет тебе проблемы. Вот так вот. Да, гибкость очень нужна, потому что стойкие какие-то паттерны, образцы, они могут поломать и ситуацию, и страну, и, кто, знаешь, есть принцип дюдо, ветка, на которую падает снег, которая очень крепко, она ломается, а в дюдо ветка сбрасывает снег и снова становится на своем месте и остается частью дерева, то есть планеты, поэтому в этом смысле да, Дигару Кану об этом говорил, основатель дюдо. Хорошо, на этом заканчиваем, спасибо Тиграну, подписывайтесь на его канал, в ютюбе обязательно, он уже 7 тысяч подписчиков набрал и растет постоянно, вот, на его ресурсы в телеграме и в фейсбуке я дам ссылки в подводочке обязательно посмотрите, ну и сейчас подписывайтесь на все мои ресурсы, они тоже будут в подводочке, подписывайтесь на спонсорство, патреон и прочие вещи, которые позволяют развивать наши ресурсы и у Тиграна, кстати, тоже, у Тиграна это все тоже есть и присутствует, вот, спасибо тебе. Спасибо, и спасибо. Пока. Пока.